А третий уровень сознания — это сознание благодарности. Это еще более высокий уровень сознания, когда человек понимает, что за этими законами справедливости стоит еще Творец, у которого был план вообще. Он зачем эту справедливость придумал? У него был план, и план его заключается в том, чтобы помочь нам с вами восстановить свое изначальное состояние. Как вы думаете, какое наше изначальное состояние? Вот догадайтесь, трех раз. Рай. Почти угадали. Как бы по сути туда, но вы неправильно сформулировали. Любовь, счастье. Вот наше изначальное состояние — это блаженство. Вот так и называют словом Ананда Майя. Сотканы из Ананда. Ананда значит блаженство. Это у нас в паспорте прямо написано. Создал для блаженства. Вот откройте, посмотрите. Прямо написано. У паспорта души прямо написано. Создан для блаженства. Мы заметили, все время это ищем. Куда в любой стране хочется, чтобы было как можно больше хорошо, и как можно меньше плохо. Вот больше нас ничего вообще не интересует. Просто мы разные технологии используем, но хотим одного и того же. Правильно? Это наша природа. И он тоже за это переживает. Поэтому, чтобы помочь нам достичь вот этого состояния блаженства, и вторая вещь мы назвали любви, потому что любовь дает самое большое блаженство. Любовь означает, кто не знает перевод этого слова, жить счастьем другого. Сейчас под скобом «любовь» заниматься любовью, вот такая вот есть. Это означает использовать другого для своего насхождения. То есть люблю есть картошку, люблю мужа, вот как бы, вот люблю. Что значит «люблю»? Люблю фильм, в смысле «люблю его смотреть». Люблю есть картошку, люблю этого человека. То есть все одно «люблю», да? О чем речь? Люблю его есть. Но вообще слово «любовь» оно не про это. Любовь означает «не радостно от того, что другому хорошо». Вот такое интересное состояние.